Два месяца назад, во время июльского боестолкновения между армиями Азербайджана и Армении, побочно пострадало посольство Украины в Ереване. Тогда толпа облила его борщом и в оскорбительной форме требовала отказа Украины от признания Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана. При том, что МИД Украины не делал таких решительных заявлений как МИД Турции, и его позиция ничем не выделялась среди аналогичных заявлений европейских стран. Толпа в Ереване не только подтянула ее до турецкого уровня, но даже выставила плакаты «Украина, не поддерживая агрессора» и «Украина плюс Азербайджан». Удивительно, что в армии Азербайджана она не нашла украинский след, который Кремль умудряется находить везде, даже в убийстве Немцова. Эта атака украинского посольства в Ереване вполне в контексте той необъявленной войны, которую РФ ведет против Украины с 2014 года. Она лишь эпизод в цепочке подобных операций спецслужб Москвы. Такой же, как и подбрасывание свинных голов в синагоге в Украине или поджог в 2018 году здание Венгерского культурного центра в Ужгороде руками своей агентуры. В Ереване эти спецслужбы лишь дали своей фантазии совсем выйти из берегов и организовали не скрытую, а публичную провокацию и вдобавок групповую. Организация этой операции облегчалась тем, что в Армении есть значительная прослойка москвофильствующих, которым если дать немного денег, то они понесут и плакаты «Украина вон из Арцаха». Слово «Украина» на них может быть также с легкостью заменено названием любой другой страны по желанию заказчика. Эта москвофильствующая прослойка потерпела серьезное поражение в начале армянской революции, но она по-прежнему сохраняет определенное влияние в обществе и политикуме, с чем вынуждено считаться правительство Пашиняна. По этой причине посол Украины в Ереване был 15 июля вызван в МИД Армении, где ему для проформы вручили ноту протеста. Пашинян старается не давать контрреволюционерам поводов обвинить его в сдаче Карабаха и делает приятные для них заявления. При том, что он понимает, без решения этой проблемы армянская революция обречена на поражение, подобно испанской революции 31-39 годов, которая не хотела признать независимость Марокко. Испанские республиканцы и коммунисты лишь обещали марокканцам в будущем какую-то автономию. В отличие от них, генерал Франко предоставил марокканцам независимость безо всяких условий и прямо сейчас. Тем оставалось лишь отвоевать ее у несговорчивого правительства в Мадриде и они стали главной пехотой в армии Франко, чем обеспечили ему победу. Москвофильствующая прослойка в Армении очень неоднородна и включает как тех, кто далек от любой геополитики, но связан с РФ работой, бизнесом, семейными отношениями, так и настоящих политиков. Группа настоящих политиков тоже неоднородна и состоит из ностальгаторов за СССР, просто клиентов Кремля и тех, кто мечтает использовать Кремль для создания Великой Армении в границах Сербского договора 1920 года. Первых и вторых вполне устраивает перенос того особого статуса, который был у армян в Османской империи на СССР и РФ по принципу «империи появляются и исчезают, но армянские деловые люди в них вечны». Третьи действительно настоящие политики и строят собственные планы, отводя в них Москве роль исполнителя, а не заказчика. Пашинян не прочь найти общий язык с ними и пока ему это почти удается, если не учитывать ту мелочь, что в Кремле тоже понимают эту игру Еревана и бригада Путина не собирается становиться пехотинцами Пашиняна. Это одна из причин, по которой Москва сейчас не спешит выступить на стороне Еревана. В российско-армянском симбиозе каждый из сторон видит себя боссом, а другую не более чем носителем для себя каштанов из огня. Москва охотно использует армян, в том числе и в своей войне против Украины и Грузии. Даже дает Еревану в кредит оружие, но воевать за великую Армению не собирается, поскольку она ей пока без надобности. В глазах Кремля у Армении такой же статус бутафорского государства, как и у Приднестровской, Абхазской, Донецкой, Луганской или Юго-Осетинской, Республик. Одно лишь отличие – в случае с Арменией нет нужды изобретать особую донбасскую нацию и пытаться сконструировать ей родословную от Адама и Евы с привлечением обезьянками на угольного периода для большей научности. В соревнованиях кто кого больше использует, Москва сейчас явно переигрывает Ереван. В Карабахе воюют и гибнут армяне, а российские военные, как сообщил 30 сентября Песков, лишь следят за ситуацией. Армяне стояли под посольством Украины с глупыми плакатами, чем таскали каштаны для Москвы, а себе зарабатывали лишь неприязнь украинцев. Теперь в угоду Москве они стали наезжать еще и на Грузию. Координатор Комитета Хельсинская инициатива 92 и лауреат международных премий за мир и права человека Карен Агаджанян призвал восстать армян, живущих в грузинском районе Сампехджавхетия и присоединить эту территорию к Армении. Заодно призвал устраивать теракты против турок и азербайджанцев по всему миру. Министр культуры, спорта, образования и науки Араик Артунян 30 сентября потребовал лишить Михаила Саакашвили звания почетного доктора Ереванского университета за его текст в Фейсбуке о том, что Нагорный Карабах – суверенная территория Азербайджана, и ничто не изменит этого факта. Так будто Саакашвили раньше считал иначе, имея на своей территории российских оккупантов, просто в Ереванском университете не приставали к нему с вопросом, чей Карабах. И были вполне довольны тем, что Саакашвили пропускает через нее грузы из Армении в РФ и обратно. Так в угоду Москве армяне все больше умудряются поссориться не только с соседними народами – азербайджанцами, грузинами и турками, но и с далекими от них – украинцами. Сложно назвать это успехом армянской дипломатии переиграть и использовать Кремль в своих интересах. Единственное, что пока не удается Москве – это организовать митинги в Ереване против США и ЕС. Настоящие, в кавычках, армянские политики эту позицию пока не сдают, но могут оказаться перед выбором. Новая партия оружия взамен на митинг против США. Или прощайте. Наезд на Грузию – первый звонок о том, что в Ереване придется такие митинги проводить, если там хотят, чтобы войска РФ зашли в Армению через Грузию. Само миротворчество России на Кавказе такое же, как и во всех других регионах, где она миротворит. Если судить по так называемой «казанской» формуле для Карабаха. На этой своей формуле Москва настаивает до сих пор в Минске уже свыше 10 лет. Согласно ей, Армения должна признать суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом и семью другими оккупированными районами и формально вернуть. При этом Азербайджан лишают права держать на этих территориях войска, зато армия Армении продолжит оккупировать не только Карабах, но еще два района, являющихся мостом на этот остров. Поскольку сам Карабах с Арменией не соприкасается. Статус Карабаха казанская формула определяет как «особый», но не окончательно. Предписывается, что он должен стать предметом дальнейших новых обсуждений его особенностей. Вдобавок Азербайджан и Турция должны прекратить транспортную блокаду Армении и пропускать в нее грузы из РФ. Наблюдать за выполнением казанской формулы на месте должны миротворцы ОБСЕ, в частности из Франции. Но если они не прибудут, то достаточно и одних российских. Фактически казанская формула Москвы лишь консервирует нынешнюю ситуацию и легитимирует оккупацию. По сути, она повторяет российскую формулу для Приднестровья и тождественно формуле Штанмайера, которую Кремль два года навязывает Украине. Все эти московские формулы списаны с одной копирки. Естественно, что в Баку не могут с ней согласиться и переговоры зашли в тупик, из которого их сейчас и пытаются вывести силой оружие. Москва просто не оставила Баку никакого другого варианта своим так называемым миротворчеством. Позиция Азербайджана, благодаря поддержке Турции, уже категорична. Безусловный возврат всех оккупированных Армении районов. Изгнание армян из Карабаха не предусматривается. Как сказал Алиев, вопрос не в том, чтобы изгнать из них армян, а в том, чтобы вернуть в них один миллион азербайджанцев, изгнанных армянами и русскими. Кремль сейчас осторожничает и медлит не только потому, что не хочет стать пехотинцем Пашиняна, но и по другим обстоятельствам непреодолимой силы, как любит выражаться профессор Соловей. Два из них вполне очевидны. Первое такое обстоятельство – в Кремле никак не могут понять, что сейчас делает армия Азербайджана. Готова ли она действительно дойти с боями до границы с Арменией или это всего лишь очень жесткое принуждение Еревана к миру и уступчивости на переговорах? Если угодно, то к пробуждению совести и взбадриванию умов в Армении. Идет пятый день войны, но армия Азербайджана лишь перемалывает издалека силы противника и нет того глубокого продвижения войск, какое было, например, к пятому дню Российско-Грузинской войны. Этот ребус в Кремле сейчас и пытаются разгадать, надеясь, что когда азербайджанцы израсходуют свои боезапасы, то вернутся за стол переговоров. Если это так и армия РФ сейчас вмешается, то действительно станет пехотинцем Пашиняна, причем пехотинцем, который будет уже вынужден долго и тяжело воевать, чтобы сохранить честь мундира. Второе обстоятельство – тот пресловутый «исламский фактор» или «исламский терроризм», который Москва долго и всесторонне культивировала, мечтая направить его против США и ЕС. Все, что было сказано и сделано Москвой в этом направлении, теперь может прилететь к ней бумерангом. Публичное проявление Кремлем этого страха, его усилия по недопуску в РФ войны между армянской и азербайджанской диаспорами. Впервые такая тревога стала звучать из Кремля еще во время июльских боев, но тогда об этом говорили осторожно и в полголоса. Теперь Кремль принудил обе общины сделать заявление, что они не будут вести войну на территории РФ. Однако в Кремле не особо верят в эти заверения, учитывая также то, что во время войны с Турцией в Идлибе из окружения Эрдогана прямым текстом обещали показать России Кузькину мать на исламский лад. Кто сеет ветер, в итоге сам пожнет бурю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok